Девушки отдыхают Если речь идет про любительский бадминтон Из нашего беззаботного детства Профессионально все намного сложнее Спортивный бадминтон Это, конечно же, свои правила Площадка стандартная Сетка стандартная Отсутствие ветра Что обязательно, потому что Волан сдувает Это совсем уже другая игра И задача не как в пляжном бадминтоне Друг на друга поиграть А задача оставить соперника без валана Или забить валан на площадку Это, на первый взгляд, незатейливая игра Требует на профессиональном уровне Большой физической подготовки Любители и даже представители других видов спорта По словам главного тренера Уже после 15 минут игры Падают на площадку Скоростной вид спорта Достаточно энергозатратный И очень физически сложный И с технической стороны Это тоже сложный вид спорта Да, в целом Для общего физического развития Это один из самых безобидных И доступных видов спорта Конечно, доступный вид спорта Так как площадка В общем-то, меньших размеров, например Чем теннисный корт То есть в обычном спортивном зале Стандартный спортивный зал Как вот школьный Который строили все время Четыре бадминтонных площадки На начальном этапе любители Или дети играют пластиковыми валанами Это дешевый снаряд Который и разбить не жалко В профессиональном спорте Такие не используются Профессиональный валан для бадминтона Состоит из пробковой головки Обтянутой тонкой кожей А также 16 гусиных перьев Причем взятых с одного крыла В одной коробке 12 валанов Стоит набор приблизительно Около 70 белорусских рублей За одну хорошую игру Можно разбить три таких коробки валанов Считайте сами Дорого это или нет Также у профессионального спортсмена На игре должно быть не менее 4 ракеток Розыгрыш уже очень хороший розыгрыш Считается 30-40 ударов в одном розыгрыше Это на самом деле очень тяжелая работа У нас постоянный старт У нас постоянные ускорения У нас постоянные прыжки И в общем-то за такое количество ударов Задыхаться начинают жить 40 ударов спортсмены успевают нанести за минуту Это среднее время розыгрыша Ракетки испытывают порой колоссальную нагрузку Струны легко рвутся, а ракетки легко ломаются Вообще скорость поставленная вылета валана С ракетки при смеше Это 493 км в час То есть понятно, что потом валан немножко гасится Это скорость вылета То есть это очень Это самый скоростный снаряд в принципе В начале 80-х настоящая революция в бадминтоне Произвала крученая подача Которую придумали азиаты Я играла в это время Я знаю, что это такое Обычно валан прилетает тебе головкой А крученая подача Вот именно он так крутился Что к тебе прилетали перья Она летела непредсказуемая траектория Ее запретили потом Поэтому Лада Чернявская некогда сама Профессиональная спортсменка Участница Олимпийских игр в Атланте Теперь готовит сборную Ко вторым европейским играм Сборная Беларуси На вторых европейских играх У нас будет представлять 4 спортсмена Это Олеся Зайцева И Анастасия Чернявская В женских одиночных категориях В парной женской категории Эти две девочки объединяются в пару Ставка сделана на опытных спортсменов На домашних играх есть за что побороться Параллельно будет проходить чемпионат Европы В Минск приедут сильнейшие бадминтонисты Старого Света Ну Европа сейчас ничем не хуже Азия, она немножко подобралась к ним Поэтому в Европе тоже уровень бадминтона достаточно на высоком уровне Наши два спортсмена Кристина Силич и Алексей Конов Представят сборную Беларуси в смешанной парной категории Есть и реальный шанс завоевать большое количество очков Для отбора на Олимпийские игры в Токио Европейские игры это будет, я думаю, толчок для развития бадминтона в нашей стране Потому что о нем узнают Потому что очень мало людей вообще знает, что это вид спорта такой есть Что он олимпийский Поэтому ожидается очень большая конкуренция Это будут самые сильнейшие У нас стоят большие задачи глобальные На второевропейские игры Тем более, что мы выступаем у себя дома И надеемся, что стены и болельщики нам помогут Хотя понимаем, что всегда, когда ты играешь дома, это огромная ответственность Редактор субтитров А.Семкин